Сочетать в себе вкусное и полезное оказывается можно. Речь идет об арбузах и сладких дынях. Именно они пестрят на прилавках колхозного рынка и притягивают своим ярким видом. Бахчевые культуры пользуются большим спросом у покупателей. Ведь кто откажется от олить жажду сочным арбузом или дыней? Наверняка немногие. Отхожу, во-первых, они не должны быть разрезаны. Арбузы должны по санитарно-гигиеническим нормам быть целыми, чтобы не было отравлений. Ну и, конечно, желательно, чтобы они были поменьше, удобнее так покупать. Но тут большие, приходится брать большие. Выбираем, чтобы стучали, наверное, они тогда будут спелыми. Бахчевые полны витаминов, а арбуз и вовсе отличный антидепрессант. Еще бы, только в 100 граммах этой крупнейшей ягоды содержится 60% ежедневной нормы магния, отсутствие которого сопровождается утомляемостью и слабостью. Вот, оказывается, чем надо лечить стрессы – арбузом. Дыня ему не уступает, она полезна при истощении и малокровии. При атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях главное – правильно выбрать плод. Арбуз должен быть вот такого равномерного цвета. С одной стороны будет пятнышко в любом случае, потому что он лежит на земле. Сильно на звук. Вот я определяю, допустим, по звуку. Хвостик, ну, что он сухой или не сухой, это как бы не принципиально. Если свежий с бахчей арбуз, он приходит немножко везде зеленые хвостики. А в процессе лёжки хвостик подсыхает и он становится сухим. На звук. Вот на данный момент арбуз не должен быть очень сильно звонким и не должен быть таким глухим, потому что если он будет глухой, он будет уже переспевший внутри. Выбрать арбуз – это всё зависит от того, какая партия арбуза. Если партия арбуза хорошая, арбуз будет хороший любой. Не важно, там, хвостик у него отсох или не отсох, как бы больше это мы относим к бахче, когда на бахче выбирается. Ну, а так, в принципе, есть партии, где надо глуховатый, где-то есть партии, где надо более звонкий арбуз. Много сортов, много всяких разновидностей арбузов, поэтому каждый арбуз выбирается по-своему. Ну, в принципе, если хороший продавец, то только хороший продавец может знать свой товар и может выбрать покупателю хороший арбуз. Бывает такое, что люди возвращают, жалуются. Бывает, зелёный арбуз попадётся. Ну, как бы тут рентгеном в глазах никто не обладает. То есть, вроде и все признаки, и всё хорошо, а зелёный приносят. Ну, ничего мы меняем, не проблема. При правильном хранении арбузы и дыни могут сохраниться вплоть до Нового года, но полезней всего они сейчас. Ведь август-сентябрь пора, когда они свежие, зрелые, наливные. Бахчевые – это быстрый поставщик полезных элементов, а главное – прекрасный антидепрессант.